Это трактор, он на самом деле без пилота, то есть здесь убрана специально кабина, то есть сиденье, и будет, чтобы не было сообразно сесть на него и начать управлять. Он ездит полностью автоматически, может выполнять все функции обычного трактора. На основании картографирования, на основании данных, которые дают ему пользователи, мы задаем границы поля, задаем урожай, что там находится, какая культура, и автоматически программа определяет траекторию движения его по полю, он может эту программу выполнять. Система позиционирования позволяет его позиционировать с точностью до трех сантиметров, этим обеспечивается правильная траектория движения и экономится ресурс. Например, появилась на поле яма, ну люди там ее сделали, да, или там костер разожгли, там еще что-то, то есть как он может вообще без визуального контроля работать? На самом деле визуальный контроль есть, то есть здесь участвует несколько систем управления, в том числе есть техническое зрение. Техническое зрение, оно базируется на системах, которые позволяют распознавать объекты, и если мы его научили распознавать яму, ну без разницы любой объект, который он может распознать, и мы его научили, он его будет видеть и будет самостоятельно принимать решения по поводу того, как двигаться, объезжать, там и восстанавливать систему. То есть есть система нуклидары, они работают на лазерном принципе, то есть он посылает туда лазерный сигнал, принимает… Вот этот трактор, да? Да, есть системы, которые работают просто с видеокамерами, то есть там есть стереокамера, которая может определять расстояние до объекта, и система анализирует, что за объект, соответственно принимает решение. Не для сетевой вычислитель, это база, основной компьютер, он работает на трех, на нескольких системах управления, то есть это управление по спутниковой навигации, есть инерциальная система управления, которая его встроенная, есть техническое зрение, система технического направления, и есть работа с поправками базовой станции, которая ставится на краю поля, позволяет его очень точно позиционировать. В прошлом году мы проводили испытания этой системы на комбайнах завода «Россельмаш», в полевых испытаниях, там мы получили положительный результат, и сейчас мы готовим уже опытную партию, дальнейшую семью для комбайнов «Россельмаш». В том числе вот то, что касательно тракторной техники, мы можем эту систему ставить на любой трактор. Сколько будет стоит для простого розничного фермера адаптация его трактора, комбайна какого-то? Ну, тут… Плюс-минус, можно среднюю температуру по больнице такую? Я думаю, что, наверное, не стоит цифры назвать такие, но то, что касательно системы иностранных, то есть той же системы дает потухливающие вот эти вот все производства. Наша система, она дешевле. Центов на 30 на 40. Хорошо. А для госкорпорации закупочная цена – это можно называть, если тендер тоже нельзя? Хорошо. Ладно. Ладно. Расскорпорации Ежедневно Ладно. Ну, конечно Продолжение следует...